МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цвет власти». Сегодня у нас в гостях Максим Александрович Сурайкин, лидер партии «Коммунисты России». Это такие новые красные. Расскажите, пожалуйста, что это за политический туризм к нам на Крайний Север. Я смотрю, вы уже сувениры прикупили. Оказывается, это, уважаемые телезрители, большой дефицит. И вообще скупайте бюстики Ленина, если вы видите. Ну, во-первых, здравствуйте. Я немножко представлюсь. Зовут меня Сурайкин Максим Александрович. Товарищ мне называют просто товарищ Максим. Действительно, в России теперь есть две коммунистических партии. Это стало для многих новостью. На самом деле мы считаем, что это плохо, как настоящие коммунисты. Коммунисты должны быть едины. Но, к сожалению, так сложилась политическая ситуация, что у нас нашлись глубокие разногласия с руководством старой компартии. И мы оттуда ушли в свое время, еще более 10 лет назад. И все эти годы занимались созданием новой настоящей коммунистической партии, где бы подлинные коммунисты могли бы объединяться. Ну, вы же достаточно молодой человек. Вы 78-го года рождения. Вот когда вы прониклись этими идеями марксистного ленинизма? Я вот слышала, что там чуть ли не 18 лет на каких-то баррикадах. И почему ваши пути разошлись с Дзюгановой? Насколько вы с ним знакомы, кстати? Ну, знакомы мы прекрасно. Я 8 лет был членом КПРФ, пройдя путь от рядового члена до кандидатов в члены ЦК, работая на партийной работе практически с утра до ночи, причем на общественных началах. Ну, сейчас чуть позже немножко расскажу, если это интересно нашим телезрителям. На самом деле, как я стал коммунистом? Ну, конечно, у меня семья, у меня дед фронтовик, прошел всю войну, естественно, коммунист. У меня бабушка тоже была коммунисткой, всю жизнь работала, у меня 50 лет рабочего стажа. Вторая бабушка, которая сейчас 92 года, она только 86 лет ушла с работы. Всю войну прошла, труженик тыла и так далее. Естественно, у меня семья была настроена коммунистически всегда. И в 91-м году я фактически по оформе, я был, наверное, советским патриотом. Мне было 13 лет, и все, что у меня было, это большая моя великая родина. Поэтому, когда Союз рухнул, для меня это была просто личная трагедия. У меня украли страну и мое будущее. То есть вы не успели побывать в том еще комсомоле? Ну, я, да, я успел побывать в пионерии, но для комсомола того я не успел, естественно, потому что уже начали все демонтировать предатели родины. И для меня была это личная трагедия. Я для себя решил, что я обязательно буду заниматься общественной деятельностью, и пока я не верну себе свою страну, я не успокоюсь. Слушайте, подождите, вы говорите вот предатели родины, но ведь из Юганова вы называете предателем, да? Ну, он предатель коммунистического движения. То есть предатели кругом, как бы такая теория всемирного заговора. Нет, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что те, кто разрушали Советский Союз, это вообще преступники перед советским народом, и преступление это не имеет срока давности. Я думаю, что если они доживут до того, когда мы придем к власти, они своего трибунала дождутся. Перед народом они ответят. И это десятки, сотни людей, которые на тот момент занимали высшие должности в Советском Союзе, и, так сказать, кто-то допустил, а кто-то сознательно занимался развалом, разрушением страны. Но это отдельная песня, как-нибудь потом мы это можем обсудить отдельно. Но в 13 лет я уже для себя принял ощущение, что я буду политически активным, и у меня есть конкретная цель – возрождение моей Родины. Поэтому в 15 лет, когда расстреливали Дом Советов, естественно, я был уже на бригадах Дома Советов, потому что терпеть эту команду ельцинской разрушителей я не мог уже даже в 15 лет. В таком возрасте вы прям вот так были погружены в политику, и разбирались, кто там команда, Ельцин, не Ельцин, кто что раздружает. Да, я все политические передачи смотрел, я, так сказать... Какой-то вундеркин-то, слушай, знаешь. Вы смотрите политическую программу «Цвет власти», мы продолжаем. И прямо сейчас вы узнаете, как директор Кокольного театра Евгений Суханов оказался в строю с истинными, как говорит Сурайкин, коммунистами. Евгений Владиславович, расскажите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Ну, как я оказался, это не секрет. Действительно, группа товарищей из партии, коммунистической партии «Коммунисты России» обратилась ко мне, зная мои, будем так, если так сказать, в двух словах, патриотические, социалистические взгляды, обратилась ко мне возглавить список этой партии на выборах в городской совет. Подумав немного, я решил согласиться, потому что во многом, да не то, что во многом, а с основными позициями я согласен лидеров этой партии и вообще простых коммунистов. Поэтому это мне очень близко, это мне по душе. И я решил, что готов возглавить этот список и идти в рядах коммунистической партии «Коммунисты России». Вот вас пригласили. Сыграло, что вы человек культуры, известный в городе, директор театра «Кукол». Ну, я думаю, это тоже немаловажный факт, я думаю, что это сыграло тоже, потому что не секрет, что все-таки люди, значит, лидеры, да и не просто лидеры, просто члены коммунистических партий, это прежде всего люди, наверное, среднего класса, это рабочие, работники бюджетной сферы, медики, учителя, военнослужащие, пенсионеры. Ну, в общем-то, наверное, это тоже немаловажный факт, что я директор театра «Кукол», бюджетного учреждения, учреждения, которые работают с детьми прежде всего. Вот, наверное, это фактор был один из решающих. Но мы не зря здесь встретились с вами. Мы не зря здесь встретились. Вот, мы сейчас находимся в парке перед зданием театра «Кукол» на улице Ленина, 27. Это бывший гарнизонный дом офицеров, который передан областными властями сейчас театру. Здесь, конечно, много еще придется сделать. Здесь будет большая-большая реконструкция, как и самого здания, так и парка. Это все будет единый комплекс. Вот, я думаю, здесь будет очень хорошее место для отдыха мурманчан вместе со своими детьми, с семьями, вот, будут сюда приходить. Я думаю, здесь будет очень комфортно. Вы мне докажите, что вы идейный, а не карьерист. Ну, элементарное доказательство того, что за все годы, ни копейки, так сказать, на партийной работе я не получил. До 90, а иногда до 200% своего дохода я трачу на общественную партийную деятельность. И это было, и когда я был студентом, получал 150 рублей стипендию. Ездил на свои деньги в плацкартах, когда мы создавали комсомольскую организацию. И это есть и сейчас, когда я, естественно, имею возможность зарабатывать как профессиональный, так сказать, руководитель в разных сферах. Поэтому сейчас у меня все, у меня до сих пор квартиры нет. Потому что все, что я накопил, скажем, за предыдущие годы, я все потратил на становление партии. Что это за история с приватизацией КПРФ? Я так понимаю, главная критика была в сторону Зюганова, что это верхушка коммунистическая, так назовем, да? Приватизировали партию, ввели в списки крупный бизнес и, в принципе, отказались от идеи прихода к власти и рука об руку с Единой Россией. Вот так вот просто красненькие, ну, рядом. Ну вот в 90-е КПРФ была действительно боевой настоящей компартией, которая могла взять власть. Поэтому мы все в ней и были. Вот в 18 лет, это мне исполнилось в 96-м году, я в октябре вступил в КПРФ и начал активно, как я сказал, работать. И, естественно, меня тут же привлекли к молодежной работе. И мы в 98-99 году возрождали комсомольское движение. И тогда создали Союз коммунистической молодежи Российской Федерации, который был на тот период молодежной организацией КПРФ. Там тоже я путь прошел от члена оргкомитета до первого секретаря, когда мы уже ушли от КПРФ. Я был и членом ЦК, и членом бюро, потом секретарем ЦК по организационно-кадровой работе. И все это без копейки денег, все это на свои ресурсы и так далее. Критический момент наступил, на самом деле, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда тогда еще незаметно прошла первая группа олигархов во главе с Семигином в списке КПРФ. Это был 99-й год. На самом деле, это никто не заметил, потому что это была небольшая группа мелких олигархов, ну, по сравнению с ЮКОСом и так далее. Ну, уже там суммы миллионные пошли. И сколько бы Геннадий Андреевич не говорил, что Семигин пришел в партию ее купить, сам Геннадий Андреевич его привел. У Семигина работал долгое время сын Геннадия Андреевича, и они вместе, что называется, сделали бизнес. Просто потом, видимо, нашла косака на камень, когда они не поделили очередной этап зарабатывания денег. И в 2003 году у них возник конфликт. Тогда конфликт Дзюганова и Семигина, это их вопрос и их проблема. Просто Геннадий Андреевич, как хитрый человек, он использовал эту ситуацию для создания штампа. Так сказать, ну, те утки, фактически, информационные, которые въелось в голову практически всех. Что вот есть олигарх Семигин, который скупает партию, и все, кто против Дзюганова, на самом деле они продали Семигину, а за Семигином стоит Кремль. К сожалению, эта концепция сработала тогда, и половина партии Геннадия Андреевича поверила. А параллельно пошел другой процесс. В 2003 году Геннадий Андреевич договорился с Юкусом, с Ходорковским, тогда еще будучи на свободе, а включение уже очень большой группы олигархов в списке КПРФ. Где-то около, по-моему, 30 человек. Ну, сейчас можно это поднять, все задокументировано. Сколько там было суммы сделки, разные эксперты называют разную стоимость. Понятно, что свечки никто не держал, но вы понимаете, если люди с состоянием по 100, по 200, по 500 миллионов долларов входят в список КПРФ, наверное, это не просто так, да? К сожалению, я вот был делегатом 9-го съезда тогда, это сентябрь был 2003 года, и Геннадий Андреевич удалось продавить этот список, потому что большинство коммунистов еще все-таки доверяло лидеру, не понимало, чем это обернется для партии и комдвижения вообще. Хотя мы выступали, и я с трибуны говорил, ребят, что мы делаем, мы компартии, где у нас в центральном списке дети, молодежь, рабочие, женщины, там, почему у нас в центральном списке полсписка, это, извините, долларовые мультимиллионеры, которые еще вчера грабили страну. То есть своих, получается, из списка вычеркивают? Да, то есть все первички. А что ты так удивляешься, у нас в Мурманске то же самое, подождите, на местечковом уровне. Сейчас это стало, к сожалению, вот эта трагедия КПРФ. То есть это сверху вниз спустилось, и вы сейчас это заметили? КПРФ, и вы заметили, а мы тогда это заметили на федеральном уровне, и это трагедия комдвижения, потому что в КПРФ очень много честных коммунистов на уровне рядового состава. Это наши братья, я всем говорю, что это братская компартия, несмотря на то, что у нас есть противоречия глубинные с руководителями. Я так понимаю, что вы радостно свои объятия готовы принять. Пролетарии готовы объединиться. Всех до единого. А вообще есть процесс какой-то оттока? Разочарование есть в КПРФ и в лидере? Это же вождистская партия, да? Да, есть постоянный приток к нам оттуда коммунистов, причем есть примеры даже целыми практически областными или краевыми организациями. Скажем, в Татарстане 24 районных организации, там под 600 человек, нам перешло членов КПРФ прям целыми первичными организациями. В том же Челябинске тоже большие приходы. Конечно, они в основном происходят когда? Когда внутри КПРФ очередная волна идет политических репрессий. Она всегда связана с разделом мандатов. Ну понятно, что делят эти вопросы. И когда рядовые коммунисты, которые отпахали на партию, говорят, как же он тут, авторитетный коммунист, он должен идти в депутаты. А ему говорят, нет, 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 тут уже мешок принесли, так сказать, вы подождите. И начинаются вот исключения целыми, кстати, организациями. Вот особенно перед Одесным годом, когда делились списки в Госдуму, они огромные массовые репрессии провели. Где-то порядка 10 региональных организаций были разводны руководящие органы, исключены по сотням и тысячам. А вы с Мурманской площадкой знакомы? Вы знаете, что вот у нас сейчас происходит на выборах? Ну, мы информировали наш товарищ. Ну, если кто-то из зрителей программы «Цвет власти.Лайт» еще не знает, мы информируем. Местная КПРФ поддержала на выборах Мурманский городской совет скандально известного миллионера Сергея Габриэляна. Возможно, не безвозмездно. Кстати, Сергей Михайлович все-таки бывает не так часто в Мурманске. Большую часть времени проводится в Словении, катаясь на собственной яхте. И на городской совет забегает чаще для ссойных выступлений. Согласны со мной? То, что на городском совете присутствует, это да. Но только, к сожалению, в последнее время его присутствие на городском совете заключается в том, чтобы попытаться сорвать этот самый совет. Что произошло в прошлый раз. Конечно, я считаю, что это прежде всего неуважение к своим коллегам. Ну, явная попытка сорвать заседание совета. Ну, вообще, такие выходки просто недопустимы в нормальном цивилизованном обществе. Все-таки Сергей Габриэлян поддерживает КПРФ. Вы идете от коммунистов России. Так в чем же разница между коммунистами и коммунистами России? Между партией КПРФ и вашей партией? Наша партия не боится брать ответственность на себя. КПРФ, получив власть, пройдя во многие органы власти, по большому счету занимается декларацией, критиканством. Наша задача – реальные дела. Работать. Если мы видим, что это идет на пользу обществу, на пользу простым людям, мы готовы сотрудничать с любыми партиями, но ради благополучия простых людей. КПРФ Возвращаясь к перерождению КПРФ, расскажу немножечко, да, руководство КПРФ, нельзя сказать, что, я говорю, там еще десятки и сотни коммунистов, тысячи, которые, так сказать, просто на самом деле находятся как там в определенном заточении. Потому что до 2003 года КПРФ была здоровой. Все руководящие органы, даже ЦК, могло контролировать Дзюганова. И вот в третьем году, когда он ввел ЮКОСовский состав в списке КПРФ, это привело к дискредитации всего комдвижения. Потому что, если вы вспомните, 2003 год, со всех каналов это тут же показали, естественно. И вот я был, например, кандидатом-одномандатником от КПРФ в Госдуму, и меня на каждой встрече, я сотни встреч с простыми трудовыми коллективами, там, с жителями провел, мне на каждой меня, может, и обстолтан. А что делают эти олигархи в списке КПРФ? Я говорю, ну, ребят, я за это не отвечаю. Я был одним из делегатов съезда, я голосовал против этого. Естественно, как следствие, КПРФ потеряла на тот момент массовую поддержку и получила вместо 23-13%. Естественно, внутри партии пошли вопросы, а кто будет отвечать-то, собственно говоря, за ущерб моральной партии, ну, и эмоциональной весь. И, наверное, встал на позицию, что ничего не знаю, все, кто против меня, это кремлевские кроты, и я с вами буду бороться. И, к сожалению, ему значительную часть партии тогда удалось убедить в этом, и люди действительно думали, то есть все говорили так, ну, Зиганов, конечно, плохой, ему надо уходить, там, то есть все это взяли, ну, партия же в опасности. А мы, к сожалению, та часть Центрального комитета партии, которая все понимала, не смогли людям объяснить, потому что у нас как бы не хватало вот информационного. А вдруг вы тоже кремлевский крот? Ну, тогда надо сказать, что, например, генерал Титов, у нас ЧНЦК, фронтовик, 92 года, бывший замначальника генштаба страны, он тоже, наверное, кремлевский крот, наверное, его в 41-м году завербовал. У нас, понимаете, в составе нашей партии сейчас отцы-основатели КПРФ. То, что Геннадий Андреевич с руководством монополизировал не только партию, но и вот это все поле политическое, было связано с тем, что был период, знаете, семи партищины, у людей просто не было выбора. Сейчас выбор есть, голосовать за старую компартию в главе с Дюгановым, которая только вот 20 лет в сказке рассказывает, а в реальность мы видим другая, или за молодую, которая имеет уникальный сплав. Понимаете, у нас вот ветераны партии, которые создавали КПРФ и ушли тоже вместе с нами, и молодежная организация, которая ушла, подросла, и это все слилось в единую здоровую компартию. У нас средний возраст 40 лет. Хорошо, ну раз про молодежь. Та же самая коммунистическая партия, только без Юганова. Только настоящая. Про молодежь, креативную, постоянно вам вопрос задают, но я тоже не могу не задать. Движение коммунистов Санкт-Петербурга, да, очень креативные товарищи, которые там предлагали Мадонне исполнить Варшавянку, там создали какую-то деревню Сталина, там, ну, чего только они там не придумали, не креативили. И вы в одном из интервью, по-моему, тоже дождью сказали, что, ну, а что делать, вот надо же там информационную блокаду прорывать, и вот такими вещами, провокациями такими, да, скажем, привлекать себе внимание. Я могу рассказать, вот, когда, как произошло становление нашей партии, да, когда в 2000, я еще продолжаю всю эту историю, когда в 2003-м произошли события с Юкосом, а в 2004-м начались внутри партии разбирательства, и началось противостояние, к лету 2004-го года произошел серьезный раскол. Он был связан с тем, что часть партии стояла за Зюганова и ему поверила, все эти откровенные ложи, надо сказать, которые он транслировал, а часть партии все понимала, и понимала, что надо срочно снимать Зюганова с его команды и спасать партию от вот этого политической коммерциализации. И поэтому летом 2004-го прошел пленум ЦК, где из 147 было почти 90 членов ЦК, которые сняли Геннадия Андреевича с поста представителей ЦК. Об этом мало кто знает, к сожалению, сейчас. Это было абсолютно законное, уставное пленум в соответствии со всеми законами о политической партии и так далее. Как следствие, к сожалению, Геннадий Андреевич, как всегда, умел найти поддержку Кремля тогда, и была дана команда Минюст не регистрировать эти законные итоги. Потому что если бы тогда Минюст поступил по закону, сейчас председателем ЦК КПРФ был бы Тихонов Владимир Ильич, который на тот момент был народным губернатором Ивановской области, очень порядочный, серьезный человек. Сейчас он у нас секретарь ЦК по рабочему движению, хотя он, конечно, на 10 лет стал старше, но еще активно работает очень грамотный, убежденный коммунист. После этого стало ясно, что оставаться в КПРФ, когда нарушается устав, когда напрямую идут команды, оттуда смысла никакого нет. Есть же часть населения, хорошо не электорат, избиратели, которые видят просто атрибуты, они привыкли к тому же Зюганову, они с уважением относятся к ветеранам, к своим родителям. Ну и вот такой образ, то есть они не пытаются изучить программу, они уже не вдумываются, а где там вообще пролетарий. Вот вы можете презентовать, собственно, партию, чтобы мы поняли, для кого она, какая у нее программа в случае, если она все-таки власть получит. Ну так вот популярно, максимально. Я чувствую, придется потом три еще раз делать. Максимально популярно, вот три, два, три, четыре, пять. Во-первых, первое, чем мы отличаемся от всех партий в Российской Федерации, которых 80 штук, мы говорим о том, что первая цель первого этапа, это взятие власти. Почему? Потому что, чтобы действительно изменить жизнь к лучшему, сохранить страну и двинуться вперед, надо изменить социально-экономическую формацию. С капитализмом мы придем только к разрушению государственности и производству, и все это идет этап за этапом, мы видим. Мы должны вернуть социалистическую форму хозяйствования, для этого надо взять власть, чтобы привести национализацию, изъять обратно крупные украденные у народа предприятия, чтобы вернуть все эти доходы в бюджет, потому что на эти доходы можно построить бесплатное социальное жилье, уложиться в медицину, обеспечить наших ветеранов. Мы, кстати, единственная партия заявляет о том, что пенсия в Российской Федерации должна быть минимум 30 тысяч рублей. Слушайте, у нас сейчас будет какой-то когнитивный диссонанс. Нашему народу так долго объясняли, что вообще без Путина мы не проживем, что вот уберут Путина и все, страна рухнет. Смотри сейчас, какие внешние ситуации, вот эти санкции. Скажите, а вот если вы приходите завтра к власти, вы можете туда как-то инсталлировать Путина, чтобы и Путин, и коммунисты, и национализация? Меня очень часто спрашивают, как вы относитесь к Путину, и почему вы его оголдело не ругаете. А мы говорим о том, что президент Российской Федерации, любой, это все-таки институт. И поэтому говорить о Путине как институте государственного управления, есть направление, по которому мы его поддерживаем. Это внешняя патриотическая позиция, это воссоединение Крыма, скажем, а воссоединение Крыма мы считаем воссоединением советского народа. Поэтому в этих направлениях и отстаиванием независимости государственной, увеличение там социальных выплат, безусловно, мы его поддержим. Но скажем, то, что он не делает серьезных шагов к изменению социально-экономической формации, мы его за это будем критиковать. Может, он в сторону самодержавия движется? Нет, я не думаю. Владимир Владимирович Путин очень грамотный, очень цельный человек со своим характером. Другой вопрос, что он зажат в этой системе. То есть, если я, скажем, приду к власти, я обещал народу, и если народ меня выбрал, у меня есть мандат на то, чтобы завтра же принять решение о национализации и аресте всех этих грабителей Родины. У меня другой вопрос. Я просто в продолжении темы взять власть, национализация, то есть отнять, поделить, уничтожить олигархов всех. А Киев не показал то, что революция все-таки не метод вот сейчас? Ну, они же могут и верным путем взять. Цели были не такие, цели были декларированы, что бороться с коррумпированной властью Януковича, а по факту за этим стояли еще более коррумпированные олигархаты, как мы сейчас видим, которые рвался к власти киевской, которые еще и с фашистским налетом. И все это вылезло. Первое, о революции. На самом деле, к сожалению, не заслужено вообще понятие революции Ахайна. А Ахайна, ну понятно почему, потому что буржуазные власти всех стран мира, где вот капитализм, они до смерти боятся революционных процессов, потому что что такое революция? Это резкое изменение строя, власти и так далее. Но оно не всегда бывает кровавым. Мы имеем примеры индийской революции абсолютно бескровной, когда просто весь народ говорит, что мы не хотим. Когда верхи не могут, а низы не хотят. Я помню. А кровавая революция как раз происходит не когда революционеры их затеют, а когда власть дошла как раз до той ручки, что идет разрушение государства, вот мы видим сейчас в Украине, да, власть Януковича довела до Майдана, Майдан довел до разрушения государственной системы, и началось кровопролитие. И в этом виноваты, так сказать, прежде всего, так сказать, вот власти, которые довели до этой ситуации. Значит, уважаемые телезрители, осторожнее. Не все коммунисты истинные, не все, кто под красными знаменами коммунисты. В общем, путаница полная. Ну а как разобраться? Ну что, серп и молот или что? Читать и смотреть. Я же живой, у меня есть фамилия Юмия, я с вами общаюсь. У нас есть четкое наименование партии, коммунистическая партия коммунисты России, да. Значит, и можно зайти на наш сайт, посмотреть нашу деятельность. Просто надо чуть-чуть хотя бы потратить полчаса времени на изучение этого вопроса. То есть сейчас формально в России из 80 партий, со словами коммунистической партии, только три. Это КПРФ, мы и КПСС. Расскажите, пожалуйста, что действительно такой раритет, все, что в антикварных магазинах всегда стоило копейки, и кому было не надо. Я вам очень честно скажу, что копейки она стоила просто потому, что у нас был такой трагический период в 90-х, когда Запад нам вбил этот антикоммунизм в голову, к сожалению. Сейчас этот дурман проходит. И я могу сказать, что да, реально, скажем, Бюст и Ленин стали дефицитом. Даже новодел, который сейчас делают, расхватывают с полок моментально. Я, честно говоря, везде езжу, искупаю их, потому что нам нужно для комов, крайкомов. Мы дарим ветеранам эту атрибутику и так далее. Вплоть до того, что мы сейчас подумываем серьезно над собственным производством, потому что левый разворот в сознании людей в России произошел. И я думаю, что тут нам ветер в парусах. И взятие власти КПР, оно не загорает. Программа «Цвет власти Лайт» благодарит за помощь в проведении съемок «Баринс Бар» отеля «Парк Инбай Рэдисон» «Полярные зори». Корпорация «Монет» или «Деньги от Монеткина» представляет Целевой займ под залог недвижимого имущества. Этот вид займа имеет ряд плюсов перед традиционным кредитованием. Мы не требуем от вас проведения оценки объекта залога и его страхования. Вы освобождены от необходимости нести расходы по оплате услуг оценщиков и выплат страховых премий. Для получения этого займа нужен минимальный пакет документов. Вам не требуется подтверждать ваши доходы, доказывать финансовую состоятельность и чистую кредитную историю. Залоговым имуществом может быть жилая и коммерческая недвижимость. Корпорация «Монет» – финансовые услуги нового поколения в Мурманске. Звоните прямо сейчас. Телефон 708-300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова